Кстати, 9 апреля аж 1699 года император Петр I также издал специальный указ для наведения чистоты, но уже в Москве. Это вполне можно считать первым шагом к созданию будущей системы российского жилищно-коммунального хозяйства. Конечно, это улучшило ситуацию во многих населенных пунктах страны. Однако санитарное состояние Москвы на протяжении веков оставалось ужасным. Все, что перерабатывал большой город, оказывалось на его улицах. Даже в Кремле дела обстояли неважно. Особенно после того, как Петр I разместил там коллегии со всей их обслугой. При такой антисанитарии столицу, как и другие европейские города, то и дело посещали болезни. Иногда они быстро приобретали характер эпидемии. Изданный документ обязывал жителей столицы не выбрасывать мусор на улице, следить за чистотой дворов и мостовых. Все отходы они должны были вывозить подальше от города и засыпать землей. Нарушители указа ждало наказания, битье кнутом. Позже дело Петра по благоустройству столицы продолжила и Екатерина II. Своим указом она потребовала сохранять улицы в чистоте и не бросать всякий хлам в реку.